МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 8 апреля, пятница. Смотрите выпуски телеканала ОСА. Майраченска ушел в отставку, не прощаясь. У каждого человека есть, наверное, свой предел прочности. Когда начал имя ждать ледохода? Другие новости в обзоре дня. Теперь городская пыль стала главным раздражителем Аченцев. Я так полагаю, что на дорогах сильно много грязи. Во дворах и у дорог везде. Откуда она берется и возможно ли ее победить? Об этом прямо сейчас. Наведи порядок. Очень выгодно. Надо маркет. Наши цены подают. Всем здравствуйте. Выпуск начнем вот с какой темы. После снежной весенней каши, луж и грязи в городе очередная, но похоже, уже привычная напасть. Тема номер один сейчас – это пыль. Аченцы говорят о навесе, во дворах, на центральных улицах и на окраинах. Откуда берется эта пыль и что делать, чтобы в Аченске было чище? Смотрите далее. Уличная пыль – проблема не только Аченска. С этим сталкиваются практически все города. Во дворах, на улицах, на дорогах. С приходом весны, когда вся грязь после зимы высыхает и поднимается в воздух, появляются облака пыли. Они покрывают тротуары, дороги, лавочки, деревья и людей. И всем этим мы дышим. По мнению врачей, рано или поздно это приведет к каким-то воспалительным заболеваниям, либо аллергическим процессам любой системы в организме. Откуда пыль в Аченске? И как сделать так, чтобы ее стало меньше? Для начала спросили горожан. Пыли меньше стало? Грязи? Грязи, может, меньше стало, но пыли все равно много. А как считаете, откуда пыль берется в городе? Ну, это мое мнение, глиноземный комбинат. Больше, наверное. А как считаете, откуда эта пыль берется? А вот от грязи. Я думаю, убирать вовремя, дороги мыть и не будет пыли. Хватает больше. У меня земля на колесах натаскивают. Во дворах и у дорог везде. А не стало больше или меньше, чем раньше? Не стало, мне кажется, меньше. Больше? Ну, весна всегда, дек тает. Как считаете, откуда она берется? Ну, это, наверное, наша ГК. Это естественно. И машины, естественно, добавляют выхлоп, поэтому это пыль. Как было, так и есть. А как считаете, во дворах больше или у дорог больше пыль? У дорог больше пыль. Откуда она берется? С машины. Так полагаю, что на дорогах сильно много грязи. Выезжают с леса, вернее, с побочных дорог на асфальт. Выезжают, вытаскивают грязь и пыль. Откуда еще? Во дворах тоже, там же не везде асфальт. А что делать, чтобы пыль и грязи меньше стало? Убираться чаще. Также мы провели опрос в наших группах в Телеграм и ВКонтакте. Ачинцы уверены, что пыль – результат плохой уборки дорог после зимы. Также, по мнению горожан, проблем прибавляют выбросы предприятий. И автомобили растаскивают грязь по городу. С жителями Ачинска согласен и руководитель общественного экологического совета Эдуард Межхожев. Больше от пыли страдают территории, где интенсивное движение транспорта. Проходящие автомобили, транспортное средство – все это поднимает воздух. И получается какая-то такая взвесь, ну, метров, ну, визуально метров на 20-15 в высоту. А поскольку городская пыль состоит в основном из того, что остается после схода снега, то есть противогололедных материалов, то и на борьбу с пылью первыми выходят именно дорожники. В этом году уборка началась во второй половине марта. Поначалу смет убирали вручную, теперь по улицам ходит уборочная техника. Но этого недостаточно, считает общественник. Невозможно, скажем так, подсыпать всю зиму дороги, потом пол лета убирать, пару месяцев подышать и начинать опять все заново. Просто так вот, по щелчку пальца мы не изменим это. Но разобраться в этом, понять причины, да, и что мы можем сделать, но это обязательно надо. Начать в этом разбираться общественник планирует на ближайшем заседании экологического совета. А вот сами дорожники еще в прошлом году рассказали, что нужно, чтобы избавить Ачинск от пыли. По мнению руководителя группы СТК Владислава Климентовского, чтобы было чисто, нужно техники на 85 миллионов и убирать три раза в неделю. Однако денег на это нет ни у самих дорожников, ни у города. Не забывайте подписываться на наши группы в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках. Николай Черемных, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Меньше пяти минут понадобилось сегодня, чтобы принять отставку мэра. Ачинцы не устраивали перед мэрией пикетов с плакатами в поддержку Александра Токарева, хотя в соцсетях призывали друг друга. И сам отставник не пришел сказать прощальные слова горожанам. Прошлый мэр Илай Ахметов хотя бы записку на столе в квартире оставил. Против отставки проголосовали ЛДПРовцы, но их мнение ничего не решает. Спикер Сергей Никитин отвечает за всех единороссов. Незадолго до отставки Александру Токареву вручили партбилет «Единой России». Комментарий от Никитина звучит как предостережение от новой ошибки. У каждого человека есть, наверное, свой предел прочности. Ну, человек принял такое решение, поэтому каждый волен поступать так, как поступать. Просто, я думаю, на следующий выбор, чтобы на грабли не наступать, нужно все-таки, чтобы, и будем так говорить, и те, кто будет рассматривать эти вопросы, эту кандидатуру, чтобы человека этого изучали со всех сторон. По закону есть полгода на избрание нового главы Ачинска. Жители уже давно не выбирают мэра народным голосованием. Градоначальника по конкурсу определяют депутаты из кандидатов, представленных комиссией, из правительства и горсовета. Депутат «Справедливого Рос» Владимир Азереденко предлагает не спешить. Сейчас в Госдуме обсуждаются изменения, кто и как будет выбирать или назначать мэров. Мы с вами столкнемся с вопросом выбора главы города. Сегодня обсуждается в Госдуме вопрос о том, чтобы изменить эту систему. И вот, может быть, нам взять какую-то паузу, чтобы не быть вот в этом цепь ноги. А то нам назначат какого-нибудь очередного господинка, который приедет, ограбит этот город, сделает себе безбедную старость, миллиарды или в имуществе. Поэтому это нам не надо. Вот, обдумая, может, обратимся к губернатору, чтобы наш глава города, новый, был назначен уже по новой системе. Исполнять полномочия главы будет Сергей Мачехин. Все остальные замы тоже продолжают работать. Решение принято. Еще одну отставку сегодня приняли депутаты. Василий Мизинко досрочно складывает мандат, чтобы стать чиновником. Пока неофициально, но достоверно сообщается. Он назначен заместителем по общественно-политическим вопросам в Ачинский район. Мизинко был избран по 10 округу от «Единой России». Теперь будут новые выборы уже на двух территориях. Ранее Евгений Бородкин ушел с 14 округа. На это потребуются бюджетные деньги. Заплатить за организацию голосования из карманов отставников, сдавших свои мандаты досрочно, такое предложение прозвучало сегодня, пока от журналистов. Кто придет на свободные места, не ясно, но сейчас единороссы уверенно теряют большинство в горсовете. Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Еще двое наших земляков погибли в спецоперации на Украине. Оба офицера были родом из Ирбейского района. 31-летний Александр Вахмянин с 2008 по 2013 обучался в учебном военном центре. В 2013 Александр в звании лейтенанта был направлен на военную службу по контракту в Центральный военный округ. За время службы получил несколько медалей, в том числе из-за участия в военной операции в Сирии. После гибели его посмертно представили к ордену мужества. Второй офицер военнослужащий из Ирбейского района, старший лейтенант Никита Аврахов. В 2014 он выпустился из Николаевской средней школы. В 2018 году закончил Новосибирское высшее военное училище. На Украину его отправили 24 февраля. Никиту Аврахова также наградили орденом мужества посмертно. Новый садовый центр Фазенда в Ачинске. Все для сада и огорода. Переулок Пионерский 10. Ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Стоит только захотеть. И в доме новая мебель от КМК. Сеть мебельных салонов КМК. Просто всегда удобно. Компания Синт представляет тариф «Интернет плюс телевидение». 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр любимого видеоконтента на YouTube и ИВИ. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8-983-575-46-66. Инжиниринг строительства обслуживания приглашает на работу сметчика, экономиста, специалиста ПГО и ЧС, инженера энергетика, конструкторов, газорезчиков, токарей. Обращаться по телефону 3-10-73. Собеседование проводится понедельник-среда, АГК, вторая проходная с 9 до 11 часов. У тебя есть бизнес и ты не знаешь, как продать утюг? А может ты варишь вкусный кофе и о тебе не слышали? Просто закажи рекламу. Реклама на оси во всех социальных сетях и телевизоре. Поможем продать даже слона. Русал не чемпион или подайте на бедность. В очень неприглядном свете выставил депутат Денис Терехов алюминиевую корпорацию. Накануне на сессии ЗАГСобрания депутат от новых людей, то ли от большого ума, то ли от маленького политического опыта, причислил Русал к основным налогоплательщикам в крае. Благодаря которому, по мнению Терехова, наш регион жив и как может здоров. Может это была намеренная провокация, но правда от министра финансов прозвучала уж очень обидная для Русала. Вот как все было. Наши сверхдоходы за счет чего формировались? За счет налога на прибыль. То есть по сути за счет двух предприятий, грубо говоря, Норникеля и Русала. Мы же ведь по большому счету зависим, но фактически от двух предприятий. От трех предприятий мы зависим, ну или даже компаний. Нориск и Никель, Роснефть и Полюс. Это наши чемпионы, которые в основном платят налог на прибыль в тех объемах, которые поступают. Это звучит прямо как виртуальная оплеуха. К слову сказать, Русал уже давно не чемпион. Экс-губернатор Виктор Толоконский осенью 2020-го в интервью деловому изданию «Континент Сибирь» заявил о минимальном вкладе Русала в краевой бюджет. Цитата. Русал меньше, чем кто-либо. Через год информагентство «Запад-24» сообщает, ни «Крас», ни остальные крупные предприятия Русала в регионе не входят даже в десятку крупнейших налогоплательщиков Красноярского края. А на днях еще два депутата ЗАГС Собрания высказались о скромности, если не сказать жадности Русала. У нас же есть пример города Норильска. Программа развития города – 120 миллиардов. И плюс 440 на модернизацию производства. А у вас какие суммы? Мне сказали, 100 миллионов рублей Русал вложат в развитие города Ачинска. У нас вкладывается Русал. Вкладывается, ну, вкладывается, ну, как бы, по моему мнению, ну, какие-то вкладываешь, чем должно быть. Что касается бюджета Ачинска, по официальным данным мэрии, налогов от производства алюминия город получает немногим больше, чем от деятельности больничных организаций. Глядишь, больницы станут градообразующими предприятиями у нас. Наталья Сусанина, Вильдан Кальмулин, телеканал ОСА. Новости, которые вы могли пропустить. Ледоход на Чулыме может начаться не раньше 20 апреля. Об этом телеканалу ОСА сообщили в инспекции по маломерным судам. С точностью до одного дня назвать дату специалисты не могут. Все зависит от погоды. Однако считают, что нынче река должна вскрыться в то же время, что и в прошлом году. В 2021 году Чулым пошел 16 апреля. Отмечу, что это зрелище привлекает много Ачинсов на берег. Напомним, у Чулыма установлена водоохранная зона в 200 метров. Подъезжать на машине ближе нельзя. Ранее телеканал ОСА рассказывал, как семья, приехавшая полюбоваться на ледоход, получила штраф в 3000 рублей. В Красноярском парке флоры и фауны Роев Ручей испытали и запустили колесо обозрения. Такие ежегодные испытания проводятся для безопасности посетителей. Напомню, крупнейший в регионе аттракцион колесо обозрения установили еще весной 2021 года на берегу Енисея. Высота которой 217 метров над уровнем моря. Оно поднимает посетителей на высоту 50 метров. Прокатиться на колесе обозрения пока можно в выходные дни. А с 1 мая аттракцион работать будет ежедневно. Александр Ус во время ежегодного отчета о работе за 2021 год объявил о запуске единой карты Енисейская Сибирь. Многофункциональная карта объединит в себе несколько функций. Ее можно будет использовать как банковскую, скидочную и бонусную. Также она станет аналогом электронного проездного и карты социальных услуг. Аналог такой карты существует в столице России и называется «Карта Москвича». Реализовать идею власти намерены в 2022-2023 годах. Центр управления регионом сообщил, что жители Красноярского края в марте пожаловались 139 раз на рост цен и спекуляцию продавцов. 22 раза о нехватке гормональных лекарств. 5 раз по выплатам малообеспеченным семьям. Всего же с 1 марта по 4 апреля ЦУР зафиксировал 287 369 сообщений граждан по социально-экономическому положению. На каждое обращение жители получают ответ в соцсетях. В основном это паблики правительства. С приходом теплых дней проснулись и клещи. Главный санитарный врач Дмитрий Горяев сообщает с вами в телеграм-канале о двух случаях присасывания клещей. Они произошли в Красноярске и поселке Шушенское. О таких случаях в Ачинске пока сообщений не было. Также в Ачинске можно сдать клеща для исследований на инфекции по адресу улица Рыба Толстого, 23. В настоящее время пункты работают только в будние дни. Но с 23 апреля сдать на исследование клеща можно будет и в выходной день. Продолжение следует... Друзья мои, наконец-то в город пришли весенние теплые деньки. А еще сегодня пятница. По традиции рассказываем, куда сходить на выходные и что посмотреть. Завтра, 9 апреля в 10.00 в спортивном зале «Атлет» пройдет ежегодный турнир по волейболу на кубок председателя Ачинского горсовета депутатов Сергея Никитина. Традиционные соревнования пройдут в два этапа. Первыми поборются за главный приз женские команды, затем мужские. Ожидается, что общее количество участников превысит 200 человек. Это спортсмены со всей западной группы городов и районов Красноярского края. Вход свободный. Театральные выходные в Ачинской драме. В субботу комедия для взрослых «Два мужа по цене одного». Любимая всеми комедия с захватывающим сюжетом, невероятным поворотом и совершенно непредсказуемым финалом. Начало в 6 вечера. Стоимость билетов в 300 рублей. А в воскресенье актеры драмы покажут сказку «Огниво». Зрителей ждет волшебная история любви солдата и принцессы, которым придется преодолеть множество препятствий на пути к своему счастью. Начало ровно в полдень. В этот же день только вечером гостей ждет традикомедия «Путаница». Это светлая и душевная постановка о человеке, который пришел бы помощью к психотерапевту, но нашел совсем не то, что ожидал. Начало в 6 вечера. Все подробности по телефону на экране. А еще запишите в календарь обязательных дел на апрель. Каждую среду, весь месяц в спорткомплексе «Скант» проходят бесплатные мастер-классы на новых тренажерах. Бесплатно пройти тренировку с инструктором можно с 3 дня до 6 вечера. Афиша на этом закончилась. От себя скажу. Побольше гуляйте на свежем воздухе с родными друзьями, дарите друг другу улыбки и радостные эмоции. И помните, как проведете свои выходные. С таким настроем и начнется ваша рабочая неделя. Региональные операторы Ко-Транспорта телеканала СА проводят конкурс поделок из вторичного сырья «Вторая жизнь вещей». Мастерите скульптуры из старых запчастей, мебель из палетов, милые сувениры из пробок или шикарные люстры из одноразовой посуды. А может, ваша фантазия еще богаче? Творите, делайте фото поделки вместе с автором и присылайте на конкурс «Вторая жизнь вещей». Работы принимаются с 1 по 30 апреля в номинациях «Младшая возрастная группа от 5 до 15 лет», «Старшая возрастная группа от 15 лет и старше». Победители конкурсов в каждой номинации получат ценные призы от компании «Экотранспорт». Присылайте фото ваших работ в сообщениях ВКонтакте телеканала ОСА. Укажите фамилию, имя, возраст, использованные материалы, практическую значимость поделки и телефон. Итоги подведем 4 мая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, собрался и сделал как надо. Режим черного неба в Ачинске продлен. Кто из фермеров Ачинского района получил поддержку, сейчас расскажу. Что ты, что ты? Без деликатесов, спиртного и табачных изделий. И дальше я забыл. Ну, нормально. Почелёнком, всё иди, почелёнком, всё иди. Ой, ты что? Ну, о, крошка. Всё, надоел я тебе? К телкам подкатывай. Всё, последний раз. Дожди, перекатывай. Разбирайся, всё, проблема. Подходи, не ленись, покупай живопись. Дым в глаза, всё божья роса. Наталья Сусанина, телеканал ОСА. Божья роса, телеканал ОСА. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!